друзья приветствую вас это яков это очередное видео на канале здравость очередное видео из рубрики вопрос-ответ в общем у нас есть такая рубрика мы какое-то время назад регулярно делали эти видео сейчас возобновляем соответственно если у вас есть какой-то вопрос который вы хотите задать можете это сделать по сервису вопрос-ответ ссылка находится в описании данного видео соответственно темы различные от живого питания от питания вот там нутрицептики рациона физических упражнений йоги в общем каких-то вопросов психики работы с умом в общем много чего можно пообсуждать соответственно также если вам нужна какая-то помощь если вам кажется что вы хотите более точечно что-то обсудить что-то порешать на понятное дело не все можно обсуждать здесь в рамках рубрики вопрос-ответ соответственно вот есть возможность сделать консультацию на можно написать личные сообщения где-нибудь в соцсетях или написать соответственно в описании этого видео тоже есть ссылка где можно почитать о том как вообще запросить консультацию соответственно обращайтесь туда и мы можем быть на связи соответственно сегодня у нас вопрос про прошлые жизни значит человек пишет здравствуйте яков вспоминаете ли вы прошлые жизни можете ли вы в ролике рассказать про вспоминание прошлых жизней поделиться интересной информацией известный вам поделюсь информация известный мне а значит первые первая часть вопроса да соответственно вспоминаете ли вы прошлые жизни вот соответственно я не сижу и целыми днями не вспоминаю прошлые жизни то есть я не не занимаюсь этим не трачу на это время вот соответственно если имелось ввиду то как бы если у меня опыт вспоминания этого да есть то есть я не считаю это чем-то таким как бы сверхъестественным то есть чем-то таким вот ну абсолютно каким-то ну как это сказать что не знаю взрывает мозг что ли что как-то вот не знаю меняет мировоззрение это я имею ввиду для меня то есть я понимаю что для многих людей то есть это и там так сказать станет таким вот очень радикально меняющим мировоззрение да я не из тех людей кто например допустим считает что там надо вот всех людей провести там через такой вот опыт прошлых жизней что нужно чтобы там люди вспомнили прошлой жизни то есть я знаю много людей которые вспомнили прошлой жизни но при этом как бы жизнь у них после этого особо не поменялось то есть мой опыт показывает что как бы вспоминание прошлых жизней само по себе она как бы ничего такого не дает, да, то есть оно может дать и кому-то, безусловно, дает, да, но я вижу также, что есть и ровно обратное, так что сам факт там того, что человек что-то вспомнил или не вспомнил, вот это, ну, еще ни о чем не говорит, вот, соответственно, если этому, то бишь, вспоминанию не сопутствует определенная мудрость, определенное понимание вообще, а что происходит, для чего это делается, да, то, соответственно, я считаю это не только таким вот, не только бесполезным, но может быть даже и вредным, да, вредным с какой позиции, ну, банально, например, затраты энергии и времени, да, то есть если человек, например, поехал на ретрит и там пытается, допустим, там сделать все, чтобы там что-то вспомнить, ну, может быть, это полезно будет, да, то есть я имею в виду, что есть ретриты, где люди реально пытаются там о прошлой жизни вспомнить, да, соответственно, вот, но я не считаю, как бы, опять, это мое мнение, то есть для всех по-разному будет работать и будут и есть люди, для которых наверняка верно, ровно, противоположное, вот, соответственно, вот, ретрит, все-таки я вижу ретрит как некую возможность разжать хваталку ума, да, и наоборот перестать достигать, да, того же самого, там, вспоминание прошлой жизни, вот, соответственно, что можно интересного сказать, то есть трансперсональная область, то бишь область, которая выходит за рамки персоны, да, конкретной, то есть когда вот у нас есть персона, там есть детство, там есть рождение, то есть раннее детство, да, довербальное детство, да, потом есть там рождение, потом там есть беременность, зачатие, вот, и, И, соответственно, потом, наверное, что-то есть еще. И, соответственно, выход за эту грань и называется трансперсональной гранью. Если эта тема интересна, можете почитать, например, работы Стэна Гроффа по трансперсональной психологии. Значит, у нас один из отцов-основателей этой темы. Можете почитать про базовые перинатальные матрицы. То есть, это то, что происходит в районе рождения. Почему, например, при рождении у человека создается большое количество психотравм, так называемые БПМ. То есть, что там есть четыре матрицы, то есть, такие четыре стадии, которые человек проживает. И если в этих стадиях что-то пошло не так, то, соответственно, не так идет потом и в жизни очень многое. И большая часть психотерапии, например, как я ее вижу, как я сейчас понимаю, она заключается именно в том, чтобы проработать вот те моменты. Потому что на них там находятся ядра, так называемые ядра СКО, системы конденсированного опыта, которые как бы мешают жить потом человеку. То есть, там, например, какое-нибудь ядро тревожности. Да, вот частенько говорю в последнее время про тревожность и про стыд. Вот эти ядра тревожности и стыда. Стыд 100% закладывается обычно в невербальный период. Вот, ну, какой-нибудь, не знаю, там, ну, то есть, там, ребенка кто-то постыдил, там, когда он был очень маленький, там, например, там, несколько месяцев от роду. Да, то есть, родитель или там кто-то, не обязательно это родитель, думал, что ребенок вообще еще ничего не понимает. А ребенок очень хорошо считывает, например, эмоциональный фон отношения. Да, то есть, может быть, даже слов не понимает, но очень четко понимает, с каким посылом ему что-то говорят или делают. Да, и, соответственно, там кто-то его постыдил, например, за что-то или там пожурил, да, а ребенок уже все почувствовал, что, например, с ним что-то не так, как будто он неадекватен. Да, соответственно, вот это может там заложиться, вот, а это может также быть, ну, такой вот проблемой, которая, например, тянется еще извне. То есть, чувство неадекватности уже было принесено, например, вот, но конкретно там в довербальный период ребенка пожурили, оно просто активировалось, создало новую психотравму такую, да, на которую потом накладывается там чувство вины, там, еще что-то, еще что-то. Вот, и, соответственно, человек потом в жизни, в общем, не может себя проявить там, либо с противоположным полом, то есть, так называемый, вот, значит, страх, что это, страх подхода у пикаперов, да, то есть, это на самом деле просто стыд, да, эмоция стыда, которая находится за этим, то есть, страх женщин, невозможность там проявить себя где-то на работе, заработать деньги, в общем, это все. То есть, я это все рассказываю, чтобы показать на примере вот одной такой вот, ну, некой проблемки, да, что, как бы, в принципе, может очень много идти из трансперсональной области. Вот, в этом нет ничего такого сверхъестественного, то есть, вполне можно, если так уж интересно, вот, позаниматься какими-то дыхательными техниками, там, на холотроп сходить, на адекватный холотроп с адекватным специалистом, не самому дома поделать, потому что, если начнете дома делать, вот этот бред, уже надоело мне слушать, там, и в комментариях писали к видео, где я про холотроп рассказывал, потому что вопрос очень серьезный, и нужно делать под серьезные, как бы, под серьезным наблюдением адекватных людей, да, потому что вот эта шапка закидательства, типа, там, ой, там ничего не надо, сами подышим, приведу пример. Например, допустим, человек начинает делать холотроп один, да, соответственно, начинает дышать, и, допустим, его выкидывает в такое, ну, выкидывает, условно говоря, в уме, в такое состояние, когда он начинает проживать, допустим, даже в прошлой жизни, а может быть, какой-нибудь БПМ, да, какую-нибудь матрицу, где он проживает, например, страх покинутости, то есть, он буквально начинает проживать ситуацию, когда его покинули, да, то есть, и, соответственно, в тот момент, когда он это проживает, для него эта ситуация абсолютно реальна, то есть, это схоже, ну, вот, нахождению в гипнозе и, соответственно, проживанию, ну, в какой-то регрессии, значит, вот, каких-то таких феноменов. Для человека тогда эта ситуация 100% реальна, вот, и, соответственно, если он или она обнаружит, что в тот момент рядом никого нет, то есть, нет человека, который что-то скажет, как-то поможет, то есть, в холотропе есть, так называемый, сидящий рядом, который, если что, помогает, да, если никого рядом нет, то догадайтесь с трех раз, что получится у такого человека. Два варианта ответа. У него получится терапия лечения или у него получится жесткая ретравматизация и, на самом деле, ухудшение своего состояния. Вот, если вы сказали, что у него будет жесткая ретравматизация в таком случае, то вы угадали, да, и это один из, всего лишь один из примеров, потому, почему не стоит делать, например, тот же холотроп одному, а заниматься ерундой, думать, что, как бы, вы, там, самый умный или самая умная, да, соответственно, нужно идти в группу, не говоря уже о том, что группа обычно создает такой энергетический кокон, дает такой заряд, вот, и, соответственно, все будет намного лучше, и делать это со специалистом, да, и в группе, соответственно, вот по этой причине, вот. Значит, что еще можно сказать? Многое тянется именно из трансперсональной области, соответственно, в этом нет ничего такого удивительного, как я уже сказал, но, опять же, я очень хорошо допускаю, что для многих людей, да и для меня в каком-то, на какой-то стадии, это стало, ну, своего рода таким открытием, наверное, да, и было полезно в плане того, что это действительно сдвинуло мне некоторым образом мировоззрение, да, мировоззрение это сдвинуло, но вот то, что оно качественно изменило ум, я сказать не могу, да, все равно некая работа с умом, некие осознания, они должны происходить отдельно, то есть, да, мы что-то увидели, что-то испытали, и это стало частью нас, да, то есть, мы как бы поняли, что есть что-то больше, да, что, там, я не просто, там, мое тело, я не просто, там, не знаю, там, тот ум, который является вот моей личностью сейчас, да, но, соответственно, мы увидели, что потенциально эта личность, там, имела какую-то историю до этого, причем очень долгую, возможно, да. Да, наверное, здесь же стоит сказать, что именно по этой причине, мне кажется, нет смысла тратить большое количество энергии на вот именно, там, какое-то вспоминание. Ну, хорошо, ну, что мы будем сидеть, вспоминать часами, то есть, нам как бы, или днями, там, или годами, то есть, нам нужно эту жизнь жить, да, а не где-то ковыряться. Вот, с другой стороны, если вы, например, чувствуете, что у вас есть какие-то неразрешенные моменты здесь, то есть, что-то мешает жить, там, тревожность и стыд, это, скорее всего, вот, прям, две такие сваи, на которые стоит особо внимания обратить. Если вам кажется, что вот это так, то, возможно, да, имеет смысл поработать с этими техниками, например, тот же регрессивный гипноз, вот, возможно, там, в ближайшее время, там, будем тоже эти темы затрагивать, соответственно, можно, да, погрузиться и, и, например, попробовать, вот, докопаться до сути проблемы таким образом. Но, опять же, нужно понимать, что, там, у всего есть свои нюансы, узнавать, там, про какие-то возможные негативные стороны, противопоказания, в общем, принимать взвешенные решения, да, и, вот, не бросаться, там, фанатично куда-то, соответственно, изучать вопрос, подходить ко всему здраво. Так, что у нас еще? Воспоминания прошлой жизни поделиться интересной информацией, известной вам. Ну, в общем, примерно такая вот история. Я думаю, посыл уже примерно понятен, да, что я не сижу, как бы, целыми днями не вспоминаю прошлой жизни, считаю это бессмысленным, как бы, что толку нам нужно жить эту жизнь, да, и понимать что-то про себя, про жизнь, про наш ум в этой жизни. Да, и если у нас есть какой-то инструмент, да, например, там, вам попался, допустим, человек, который об этом говорит, или, там, может вам как-то с этим помочь, например, вот, и вам кажется, что это будет вам как-то полезным, именно не от ума, а от какого-то такого полного, такого интуитивного ощущения, то, возможно, имеет смысл вот обратиться к этим инструментам, да, что-то посмотреть, что-то понять, как минимум потому, что тогда будет житься вам здесь эффективнее, например, да, и можно, например, функционировать как-то лучше, да, но опять же, например, если мы повышаем свою эффективность, то есть раскрыли какие-то блоки, какие-то проблемы, порешали, вот, а что мы потом делаем, да, как бы вот с этой эффективностью, об этом, наверное, тоже стоит призадуматься, да, возможно, даже заранее, да, до того, как мы это начинаем решать. Так что вот таков мой ответ, если кто-то хочет что-то еще обсудить, давайте обсудим, пишите в комментариях, какой у вас опыт, интересно ли эта тема вам, вообще стоит ли ее больше поднимать на канале, да, соответственно, вот, интересно от вас такую обратную связь получить. Это был Яков, канал Здравость, до встречи в ближайших видео на нашем канале, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропускать выходы новых видео, у нас есть канал Телеграм, различные другие соцсети, вот это все находится в описании данного видео, также подписывайтесь, там много чего интересного, Телеграм это вообще такое место, где сложно что-то пропустить, связанное вот с нашей деятельностью, с нашим каналом, да, подписывайтесь и будете на связи. Благодарю за внимание, до скорого!